7 дней голодовки. Заключенный Дмитрий Дегтярев отказался от приема пищи из-за того, что его поместили в изолятор. По мнению мужчины, незаконно. 20 сентября текущего года осужденный Дегтярев заявил об отказе от приема пищи. Осужденный ежедневно осматривается медицинским работником. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Мужчина рассказывает, его отправили трудоустроиться на грузовую автомойку. Там стало известно, что рабочая сила не требуется. Но начальник колонии уверен, что Дегтярев просто отказался от работы, из-за чего мужчину и поместили в изолятор. По словам Дегтярева, ему обещали насильно класть в рот еду, поступали угрозы в том числе и сексуального характера. Приведя на автомойку, у нас состоялся диалог с администратором. Мы объяснили, что нас отправили с управительного центра на трудоустройство. На что она ответила, мы уже набрали народ с КП-2 и не просили рабочих из центра. От работы я не отказывался. Даже не было мыслей таких. Поддержать протест своего приятеля готовы чуть ли не все заключенные в поселении. Они жалуются на нечеловеческие условия проживания. Например, в общежитии почти никогда нет воды, даже не смывается унитаз. Прачечная у ФИЦ на первом этаже, женская. Вот вода здесь вообще закрыта. Здесь есть кран, который должен быть открыт. И если его открываешь, вода вот так вот бежит. Все, вот они краны. Вот она, струечка. То есть, то нету. Еще просят у нас, чтобы у нас был отрядный внешний вид. Приезжал сегодня прокурор и ничего не предпринял. Походила здесь, посмотрела и ничего никаких не предпринял. Ничего нету, никто ничего не предпринял. Многие заключенные уверены, что люди на принудительных работах должны готовиться к обычной жизневой обществе, социализироваться. Но подобные условия труда и жизни могут только стимулировать заключенных на новые преступления. Ирина Корчегина, День с толком. День с толком.